Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в Анапе продолжили работу по оказанию помощи беженцам из Украины. Специалисты администрации проводят приемы вынужденных переселенцев, разъясняют права и обязанности этой категории. Не остаются без внимания участники федеральной программы «Соотечественники», которые едут транзитом через Анапу в 49 предназначенных для расселения регионов России. Так мы стали свидетелями отправки поезда Анапа-Тула. Вынужденных переселенцев из Украины обеспечили необходимым на первое время, оказали гуманитарную помощь и снабдили сухим пайком на время следования поезда. Работа с беженцами в городе-курорте продолжается. Анапа готовится ко дню своего рождения. Содержание праздничной программы обсудили на планерном совещании во вторник. Особое внимание внешнему виду города. Требование главы курорта к сотрудникам коммунальных служб ежедневно проводить тщательную санитарную уборку и чистку тротуарной плитки, дорог и улиц. Коммунальщики работают днем, поддерживая порядок, и ночью. С 9 часов вечера время самой активной и эффективной работы. Пока Анапчане гости курорта отдыхают, идет большая уборка, чтобы раннее утро город встретил уже чистым. Проблему санитарного состояния города глава города Сергей Сергеев поднял на общегородском планерном совещании, высказав недовольство работы коммунальщиков и мусороуборочных компаний. Сергей Сергеев потребовал навести порядок, если потребуется решить кадровый вопрос в городской больнице. Анапчане жалуются на черствость, а нередко и хамство врачей городской больницы. Почему работники лечебного учреждения позволяют себе такое отношение к пациентам, задал вопрос на общегородском планерном совещании глава курорта и потребовал от подчиненных разобраться в ситуации. Прежние отговорки о мизерной зарплате сегодня беспочвены. Медперсонал в городской больнице поддерживают городские и краевые власти, зарплаты увеличены в разы. Сергей Сергеев справедливо потребовал от медработников ответной реакции и ответственного отношения к работе и пациентам. Сергей Сергеев на этой неделе в очередной раз побывал в Пятихатках в школе, где 1 сентября должны справить новоселье кадеты Анапы. В течение трех недель в школе трудился настоящий десант из педагогов, родителей и директоров других анапских школ. Каждый внес свой вклад в общее дело подготовки здания к приему детей. Глава курорта поблагодарил всех за проделанную работу. Вопрос подготовки образовательных учреждений Сергей Сергеев держал на личном контроле до полной уверенности. Все школы готовы и достойны принять учащихся 1 сентября. И на Совете безопасности по подготовке к новому учебному году глава города отметил. Результаты подготовительной работы высоко оценили в отделе Роспотребнадзор. Все учебные заведения до недели сдали экзамен готовности. На этой неделе учащиеся школы номер 4 презентовали образец школьной формы муниципального образования. Школьная форма единого образца сшита из ткани спокойного серого цвета с яркими вставками классической клетки. Фасоны сарафанов и платьев для девочек выбраны с учетом южного климата. В них не жарко даже при высокой температуре воздуха. Деловой стиль, удобство формы и внешний вид оценили сами школьники, родители и педагоги. Образцы школьной формы были выбраны с учетом мнения заинтересованных и обсуждались на педсоветах совместно с родительским комитетом. Школьную казачью форму на этой неделе получили первоклассники казачьего класса школы номер 5. На открытии освещения первого в истории школы казачьего класса побывали первые лица города и казаки. 30 первоклассникам вручили подарки и благословили на учебный год. На этой неделе профилактическую работу на пляжах Анапы продолжили юные восводовцы. Пока оставалось несколько дней до начала учебного года, дети напомнили отдыхающим на пляже о правилах поведения на воде. Приближается бархатный сезон и в сентябре будет еще много дней для купания в море. А значит и профилактическая работа остается важнейшим направлением в деятельности Всероссийского общества спасания на воде в этот период. Для кого-то на эту неделю отдых в Анапе завершился. Для семи Шишигинах из Якутска 28 августа череда приятных сюрпризов в Анапе только началась. Их трехлетняя дочка Айсара по статистике стала миллионной маленькой гостьей Анапы. Семью встретили в международном аэропорту Анапа и в зоне встречи вручили подарки от администрации города и управления по санаторно-курортному комплексу. Всей семье вручили билеты в зоопарк, пингвинари, дельфинари и океанариум. И маленькой гостью Анапы вручили сертификат миллионного ребенка из гостей Анапы. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Мэр города лично проверил готовность спортивных залов школы номер 7 и гимназии Эврика после ремонта. На августовском педсовете подвели итоги и определили задачи на новый учебный год. Заседание антинаркотической комиссии прошло в Доме культуры Селага и Кадзор. И сейчас обо всем подробнее. Глава города Сергей Сергеев лично проверил степень готовности спортивных залов гимназии Эврика и школы номер 7. Поблагодарил за уже выполненные работы и напомнил подрядчикам о санкциях за каждый день просроченной работы. Пока в школе номер 7 проходит совещание педагогов, в фойе завершают косметический ремонт. Подкрашивают двери, подметают и моют. И в это же время, за два дня до начала учебного года, когда все уже должно быть готово к приему детей, глава города Сергей Сергеев лично проверяет, что сделано в спортзалах гимназии школы номер 7. Ремонт спортивного зала школы выдержал прошлый учебный год. Стены и напольное покрытие в хорошем состоянии, чистые и аккуратные. На окнах сетки безопасности. И совсем другое состояние спортивного зала в гимназии Эврика. На стенах свежая краска и креативный рисунок. Пол не покрыт и еще даже не залит стяжкой. Раздевалка тоже не готова. Есть график производства работы. И вами тоже утвержден. Вы сегодня должны закончить. А меня это меньше всего во многих. Понимаете, у нас послезавтра, может, в Армавире с 10 сентября начинается новая учебная работа, а у нас 1 сентября. Понимаете? Мы сегодня закончим. Не закончите вы, я кое-что понимаю в этом деле. Понимаете? Сегодня вы не закончите. Время 12 часов. Посмотрите, пойдите на раздевалку, на душевые кабины. Это все остальное. Сергей Сергеев обратил внимание и на безопасность. Все входы в здание школы и гимназии открыты. Я специально заехал с единой стороны. Почему это там открыто? Что это такое? Ну, заезжают, выезжают. Ну, если заезжают, выезжают. То есть кто-то должен закрывать это все. Я заехал, еще кто-то заедет. Зачем? Это школа, это же система, да? Руководители объяснили. Открыли проезд для транспорта строителей. Сергей Сергеев настоял. В школе и гимназии должны быть казачьи классы. Не зная прошлого, будущее построить невозможно, подчеркнул мэр. Задачу поняли. Есть, есть, начинаем работать. За выходные в школе и гимназии наведут идеальный порядок. А подрядчикам, выполняющие ремонт спортзала, грозят санкции. За каждый день просроченной работы. Ежегодный августовский педсовет прошел в Центре культуры Родина. В расширенном заседании и обсуждении учебного процесса приняли участие руководители дошкольных, средних и филиалов высших образовательных учреждений Анапы. Подробности в сюжете. Улучшение результатов ЕГЭ, привлечение в школы и детсады молодых специалистов, повышение качества обучения – эти задачи были поставлены на традиционной августовской конференции работников образования Анапы. Открыло совещание заместитель главы города Людмила Мурашова докладом об итогах прошедшего учебного года и задачах на следующий. В консолидированном бюджете города-курорта бюджет образования составляет 1 миллиард 785 миллионов 179 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата у работников дошкольных образовательных учреждений за первое полугодие, вы видите на слайде, составляет 20 тысяч 788 рублей. У преподавателей 29 тысяч 248 рублей. Уровень средней заработной платы, хочу сказать, выше, несколько выше, чем по краю в целом. Особое внимание в школах уделяется работе по духовному нравственному воспитанию, социализации, профориентации, формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В учебных заведениях действует 85 кружков, секций, клубов, военно-патриотической и физической направленности, в которых занимается более 1800 учащихся. В восьми образовательных учреждениях работает 19 казачьих классов, а с 1 сентября открываются еще семь. Аплодисментами встретило педагогическое сообщество Анапы известие о том, что в этом году премии президента России в размере 200 тысяч рублей удостоен педагог гимназии Росток Наталья Осадчая, премии губернатора Кубани, учителя гимназии Аврора и школы номер 3 Марина Смирнова и Татьяна Демиржеева. В Анапе сохраняется тенденция по улучшению результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Впервые все выпускники 11 классов преодолели нижний порог успешности, и результаты ЕГЭ по обязательным предметам в 2014 году являются лучшими за все годы. Четыре выпускника набрали 100 баллов по русскому языку, 39 выпускников 11 классов награждены золотыми медалями. Вот вроде складывается неплохая картинка в наших отчетах, но вот изучая статистику по краю, все-таки хочу обратить внимание на что. Если сравнить нас с другими территориями, нам есть еще над чем работать. Анапа у нас не вошла в десятку лучших по предметам ЕГЭ 2014. Мы с вами там на 27 месте. Еще одна острая проблема – кадровый вопрос. Средний возраст педагогов в школах – 45 лет. Сегодня в учреждениях образования работает около 33% педагогов пенсионного возраста, при этом доля молодых специалистов всего 3%. Поэтому привлечение молодых учителей, оказание методической помощи – еще одна приоритетная задача 2014-2015 учебного года. Продолжили педагогическую конференцию педагоги и руководители школы-гимназий. Директор гимназии «Эврика» Галина Филипова поделилась опытом по использованию нестандартных творческих форм обучения, особенно интересных детям. Директор школы номер 3 Николай Муратов рассказал о механизмах привлечения в небюджетных средств для развития учреждения, работе с депутатами, предпринимателями, общественными организациями. Учитель начальных классов школы номер 12 Светлана Ясиновская сообщила о воспитательных ориентирах современной школы Кубани, а заведующая детским садом номер 16 Пчелка Ольга Егорова о работе по социализации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. «Мы делаем все, чтобы эти дети чувствовали себя полноценными членами общества». Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева вручила ведомственные благодарности за работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия руководителям анапских школ. Под единодушные зрительские овации прозвучали слова наставления для молодых анапских педагогов, которым вручили цветы и подарки от имени главы города-курорта Сергея Сергеева. Всего вам самого хорошего, дерзаний, творческих успехов, качества в образовании. И я надеюсь, на следующий год мы будем радоваться новым результатам и успехам. Диалог с властью в форме прямого эфира возродил издательский дом «Все для вас, Анапа». В студии газеты «Все для вас и ваша удача» жители города задавали вопросы заместителю главы города Светлане Владимировне Яровой. Разговор в прямом эфире был запланирован всего на один час, но продолжался гораздо дольше. Светлана Владимировна курирует вопросы земельных, имущественных, правовых отношений, градостроительной деятельности и муниципального контроля. Поэтому желающих задать вопросы по этим направлениям было очень много. В Пятихатка ждут дорогу. Здравствуйте, это вас Юлия. Само беспокойство Пятихатка. Светлана Владимировна, я поняла, что в следующем году у нас возможно вопрос принять. Да, мы сегодня готовим технические документы для того, чтобы в следующем году мы могли запроектировать если удастся получить финансирование, то и начать строительство. Но проектирование на следующий год будет у вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Владимировна? Да, я слушаю вас. Мы живем по промышленной. 9, 9,1, 9,2. Вот по проекту у нас во дворе должна быть большая клумба. Но на месте построили детскую вот эту вот футбольную площадку. Вы знаете, это просто кошмар. У нас не жизнь, а ад какой-то. Это вообще ужасно. Вот говорю, в 12 ночи, как вот мама девочек отпускает, на роликах выезжает. 11 часов ночи, они вот со всей Анапы приходят сюда и просто бьют мечами. Это вот представляете, 12 час ночи, людям на работу, а вот это битье. Вы знаете, у нас есть закон, где с 10 часов дети несовершеннолетние должны находиться при родителях. Поэтому я к вам отправлю в 10 часов соответствующую группу контроля. И мы несколько дней подежурим там и, думаю, попробуем навести порядок все вместе. По всем вопросам Светлана Владимировна предложила Анапчанам то или иное решение, пригласила на прием. Например, предприниматель с улицы Горького интересовался, и почему под окнами его магазина, на территории, которую он лично благоустраивал, находятся желающие разместить свои ларьки. В свое время и близко, я за свой счет, это самое. И если там подметать это вопросы к нам, а как точки ставить какие-то хозяева надо? Понятно ваш вопрос. Будем разбираться с этим, чтобы никто не стоял. Да мне подойти к вам. А если хотите подойти, а если хотите подойти, то, пожалуйста, во вторник с 14 часов. А в ответ на вопрос Валентины Васильевны Каменовской о заброшенной стройке на улице Крылова, 18, Светлана Владимировна выехала сразу же на место после прямого эфира. Забор, огораживающий стройку, за время банкротства строительной компании ООО ЮСТК пришел в негодность и на самом деле угрожает жизни и безопасности людей. Но обанкротившийся застройщик сейчас ничего не исправит. А с конкурсным управляющим, который находится в Краснодаре, ведутся переговоры. Пока же по мусору на контейнерной площадке вызванные сюда специалисты муниципального контроля задают вопросы юристы управляющей компании «Южный берег». Содержание контейнерной площадки по обслуживанию многоквартирных жилых домов – это ваша прямая обязанность. Нет, это не стройка. Это как раз крупногабаритный мусор, который ведет от эксплуатации. Это коробки, это бытовые коробки. Это от телевизора, это от холодильника. Это не строительный материал. «Сити Кристалл» очень плохо работает. Мы на самом деле практически каждый день вынуждены звонить. Эти люди у нас жалуются по вывозу мусора. Мусор выводится, у нас договор на три раза, вывоз мусора три раза в неделю выводится, дай бог, чтобы два раза. То есть вы сейчас сами прекрасно понимаете, что мы сейчас полное право составим протокол за загрязнение. Нет, понятно, что вы исправите, но мы сейчас обязаны составить протокол. Профилактику смертельно опасной зависимости обсудили на расширенном заседании антинаркотической комиссии в селе Гайкодзор. Об эффективных мерах профилактики и статистических показателях работы расскажем прямо сейчас. Эффективный метод профилактики наркомании – организация досуга и воспитания дома в семьях и в школе. Отличная альтернатива вредным привычкам – занятость. В кружках, спортивных секциях, музыкальных школах. Вышивка и рисование, занятия и хобби – сотни. Самое здоровое, полезное и перспективное направление, конечно, спорт. Производится ремонт спортивных залов. В этом году, я скажу, наверное, раз в пять больше денег дали главой муниципального образования города-куротанапа Сергея Павловича Сергеевна. Выдяно денежных средств из бюджета на ремонт спортивных наших залов в школах. Детям необходимо объяснять, что такое хорошо и что такое плохо в каждом возрасте по-разному. И чем раньше, тем лучше. Чтобы не попадало подрастающее поколение в печальные сводки и статистику наркоманов и алкозависимых. На учете в наркологическом кабинете состоит 22 человека с диагностом хронического алкоголизма. То есть, также люди с дальнего времени болеют, выпивают. Ну, ежемесячно в составе групп, в составе, в исполнении закона 1539, когда мы посещаем несовершеннолетних, покупая по месту жительства. Также мы с членами комиссии, с членами групп, с членами заезды наркоманов, алкоголикам. Треть стоящих на учете в Гайкадзорском сельском округе трудоустроены. К остальным относятся как к больным. Глава сельского округа отметил, сначала наркомания и пьянство цепляет обеспеченные категории. Затем из успешных и перспективных люди превращаются в бомжей, продавая все за очередную дозу или стакан спиртного. Причем, что пить уже не выбирают. Качество напитков не имеет значения. Отрадно отметить, что буквально с середины 2000 года, когда и государство повернулось к этой проблеме очень внимательно и очень правильно, и народ наш уже созрел для этого, начиная с середины 2000 года пополнения в летах наркоманов нет. Значит, работу проводят эффективно, ориентируясь на результат. О необходимости взаимодействия силовых структур и подразделений напомнил начальник наркополиции Адам Ханахок и привел конкретные данные работы своего подразделения. В этом году выявлено всего два очага произрастания дикорастущих растений конопли. Это 23 июня в поселке Уташ совместно с сотрудниками правительственного управления ФСБ уничтожено 10 кустов конопли. И 16 июля уничтожено 3600 конопли. Альтернатива. Просвещение и пропаганда здорового образа жизни. Надежная защита от вредных и смертельных привычек и зависимостей. Еще один важный фактор – пример взрослых. Дети подражают старшим, поэтому в очередной раз родителям, возможно, стоит пересмотреть свои привычки. Отдел МВД по городу Анапа ведет целенаправленную работу по добровольной сдаче населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. На возмездной основе граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечисленное за вознаграждение, могут обратиться в отдел МВД России по городу Анапа, либо в группу лицензионной разрешительной работы ОМВД России по городу курорта Анапа. При этом необходимо знать, добровольно сдавшим в орг внутренних дел предметы вооружения гарантируется анонимность обращения и освобождения от уголовной ответственности. Согласно постановлению губернатора Кубани номер 446, при добровольной сдаче установлена плата за каждую единицу сданного оружия. Боевое огнестрельное оружие 5000 рублей, служебное спортивное охотничье нарезное оружие 3500 рублей, гладкоствольное огнестрельное оружие 3000 рублей, взрывное устройство, граната, мина, снаряд 1500 рублей за единицу, гранатомет 8000 рублей, взрывчатые вещества 100 рублей за 10 грамм, патроны к гражданскому и служебному оружию 10 рублей за единицу, патроны к боевому оружию 30 рублей за единицу, огнепроводные и детонирующие шнуры 2 рубля за метр. Сотрудники отдела МВД напоминают, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывчатых веществ представляют опасность для общества. Указанные предметы могут быть использованы в преступных целях, в том числе для совершения террористических актов. Законодательством РФ введена уголовная административная ответственность за их незаконный оборот. Ответственность наступает с 16 лет. Максимальный срок наказания составляет 4 года лишения свободы. За добровольную сдачу указанных предметов лицо освобождается от уголовной ответственности. Группа лицензионно-разрешительной работы отдела МВД России по городу Анапа. Адрес город Анапа, улица Чехова, дом 4-Б. Приемные дни. Вторник, среда с 10.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 17.00. Пятница с 10.00 до 13.00 часов. 30 августа по всей стране пройдет единая акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Анапчан приглашают принять участие в общей уборке города-курорта и привести в порядок прилегающие территории дворы. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнеры выхода прогноза погоды. Салон магазина изделий с камней самоцветов Тайной Медной горы и Золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, Золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В субботу, 30 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью 22 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 31 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 26-28, в ночь на понедельник плюс 23. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48300 и 48333.